Здравствуйте! С вами информационная программа «Южный регион.Инфо» и ее ведущая Нина Приходько. В ближайшие несколько секунд основные темы выпуска. Неот за жилищное законодательство. Ряд управляющих компаний уже провалили экзамен по лицензированию. В том числе и отсюда обращение граждан о ненадлежащей деятельности управляющих компаний. Обновленная азбука. После капитального ремонта открылся детский сад с возможностями инклюзивного образования. Это очень важно. Школа-комплекс – это перспективное направление, которое, я думаю, позволит нам вывести образование на новый качественный уровень. Подтвердить свою звездность предстоит новым отелям. Чемпионату мира в Ростове появится вдвое больше гостиничных мест. Все гости будут размещаться не только у нас в Ростове. Это ростовская агломерация, которая включает в себя города Азов, Батайск, Таганрог, Новочеркас. Руководители управляющих компаний не знают жилищного законодательства. Это показал квалификационный экзамен, который уже провалили некоторые претенденты на ведение хозяйства многоэтажек. Напомню, сейчас процедуру лицензирования организации проходят по всей области. Как нам рассказал начальник Донской госжилинспекции, процент непрошедших первый этап выше, чем ожидалось. У нас в настоящий момент 21 должностное лицо не сдали квалификационный экзамен. Этот процент, не сказать, что он очень высокий, но говорит о том, что не все должностные лица управляющих компаний знают то, с чем приходится каждый день заниматься. Отсюда, в том числе и отсюда, обращение граждан о ненадлежащей деятельности управляющей компанией. Всего экзамен сдали около 300 сотрудников управляющих компаний по всей области. Успешно с заданием справились лишь те, кто за два часа верно ответили на 86 из 100 вопросов. Они получили квалификационный сертификат и смогут претендовать на получение лицензии. Добавлю, в Ростове сегодня работают 189 управляющих компаний. Как уже не раз подчеркивал главный коммунальщик города Владимир Арцебашев, добрая часть из них отсеется. Подробнее на эту тему мы поговорили с начальником Донской госжилинспекции. Смотрите интервью с Павлом Асташевым в нашем расширенном пятничном выпуске. 60 детских садов построят на Дону в этом году. Это больше, чем за последние три года, рассказал журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Как региональные власти будут ликвидировать очередь в дошкольные учреждения в сюжете Виктории Щетининой. Как минимум 16 тысяч дополнительных дошкольных мест необходимо создать в области в 2015, чтобы ликвидировать очередь в детские сады. Задача сложная, но выполнимая, говорят власти и на ее решение направляют из областного бюджета 3 миллиарда 744 миллиона рублей. Еще 300 миллионов добавляет федеральное правительство. Но этих денег все равно недостаточно. Первый заместитель губернатора отмечает, глава региона принял решение найти дополнительные финансы в Донской казне. Василий Юрьевич принял такое решение, несмотря на сложности финансовые, дополнительно выделить эти недостающие средства. И они будут внесены в бюджет 19 февраля этого года на первом заседании законодательного собрания. В планах построить 60 детских садов. Но возведение новых капитальных объектов не панацея, отмечает Игорь Гуськов. Этот вариант требует больших денежных и временных затрат. Власти стараются находить более экономичные способы решения проблемы. Один из них – модульные дошкольные учреждения. В ближайшее время начнется работа по созданию в этом году 702 таких модулей на территории действующей детской садовки школы. Мы максимально стараемся при близких услуге дошкольного образования к местам проживания населения. И вот такая форма, она тоже очень хороша. Среди других часто применяемых форм – семейные группы, частные детские сады, реконструкция и возврат зданий, ранее переформатированных под школы и другие муниципальные учреждения. Одна из самых длинных очередей в детсады – в Ростове. И хоть за прошлый год она сократилась втрое, сегодня она составляет несколько тысяч. Виктория Щетинина, Максим Шапошников, Южный регион.Инфо. На 180 мест для ростовских дошколят стало больше. После капитального ремонта в городе открылся детский сад Азбука. Он построен при школе номер 43 и оборудован специально для так называемого инклюзивного образования. Оно позволяет учитывать способности каждого ребенка индивидуально, связанные в том числе с состоянием здоровья. Мария Ковалева продолжит тему. У этих малышей теперь новый дом, а точнее детский сад. Красивый и современный. После капитального ремонта здесь готовы принять сразу 180 маленьких ростовчан. Дошкольное учреждение Азбука, что на базе 43-й школы, работает по системе инклюзивного образования. Кроме того, в учебном заведении действует единая образовательная программа – детский сад-школа. Раннее начало обучения ребенка в рамках единого содержания позволяет решать на каждом этапе свои задачи, при этом соблюдая преемственность. Это очень важно. Школа-комплекс – это перспективное направление, которое, я думаю, позволит нам вывести образование на новый качественный уровень. Как отметил Сергей Горбань, в этом году в городе создадут более 4000 мест для дошколят. Сделать это планируют как за счет дополнительных групп в уже действующих детсадах, так и путем строительства новых. Мы продолжаем заниматься, мы эту тему не останавливаем. Мы, как пример, я с Быковской договорился, есть бывшая больница, когда-то это был детский садик в советское время, а сегодня она стоит закрыта, они работают. Мы договорились, они нам отдадут. Это тоже наш резерв, который мы можем использовать. Кроме того, по словам градоначальника, так называемые «встроенные детские сады» будут создаваться в возводимых многоквартирных домах. Мария Ковалева, Игорь Коровтенко, Южный регион.Инфо. Гостиничных номеров в Ростове к чемпионату мира по футболу станет вдвое больше. И уже к 1 июня 2016 года все отели должны пройти квалификацию, то есть подтвердить свою звездность. Сегодня лишь 10% из них сдали этот экзамен. Времени остается мало, говорят местные власти, и призывают бизнесменов ускорить работу. Пока руководители города сами в очередной раз оценили уровень комфорта в двух новых гостиницах – «Меркурий» и «Донь Кихоте». Они были построены в прошлом году. Еще предстоит открыть 4 комплекса. Все гости будут размещаться не только у нас в Ростове. Это ростовская агломерация, которая включает в себя города Азов, Батайск, Таганрог, Новочеркасск. Но гости, болельщики, понятное дело, они могут проживать и в кемпингах, могут проживать и на более удаленном расстоянии. А вот что касается непосредственно участников, непосредственно организаторов этого мероприятия, я имею в виду ФИФА, конечно же, они будут располагаться в нашей столице, в Донской. Все гостиницы, которые будут размещать гостей чемпионата, должны заключить соглашение с Мировой Федерацией футбола, напоминают в Департаменте экономики города. Но пока никто не выполнил этой обязательной процедуры. В городе запустили бесплатное такси. Это совместный социальный проект Ростовской епархии и православной службы помощи «Милосердие на Дону». Волонтеры организуют поездки для инвалидов, пожилых и других людей, нуждающихся в помощи. Когда мы принимаем заявку от человека, мы узнаем конкретно, по какой причине он является инвалидом, требуется ли ему помощь при подаче автомобиля, помочь спуститься с этажа. После того, как средства массовой информации начали рассказывать о существовании данного проекта, о том, что он на данный момент уже реализуется и действует в полной мере, у нас стали поступать пожертвования. То есть люди стали жертвовать на продвижение данного проекта. Как рассказал координатор проекта, активисты ведут переговоры с сетью заправочных станций, с тем, чтобы они выпускали талоны на бензин. Их будут приобретать на пожертвования жителей и выдавать волонтерам, которые возят нуждающихся бесплатно. Добавлю, сейчас в социальном такси работают 40 машин. Таким запомнится этот день. Больше можете узнать на нашем портале rostovlife.ru. Я же с вами прощаюсь и до встречи в эфире.